Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос. У меня возникло такое ощущение, очень сильное ощущение отрывочности, ощущение такой, знаете, частичности, ощущение такой, некоторой хаотичности, когда я читал ваш текст, смотря на то, что он достаточно небольшой. Вот. Из чего я, в принципе, могу сделать вывод, что вы не являетесь такой цельной личностью, да, целостной личностью, а все есть определенные части личности, которые как бы с собой, сами с собой находятся в определенной, ну, в определенной борьбе, в определенной борьбе, в определенном, таком противоречии, скажем так. Вот. Да, у вас есть, у вас присутствует такой главный вопрос, который вас волнует, это навык общения. Вот. Но помимо навыка общения, есть еще несколько важных тем, которые вы поднимаете в своем тексте, вот. На мой взгляд, даже не задумываясь о том, насколько это важно. По поводу общения, в целом, глобально, я говорил в своем предыдущем ответе, частичном. Вы можете это услышать, перейдя просто на последний вопрос, это последний платный вопрос, под названием, мне плохо, я не могу ничего сделать, как быть, вот. Там я немножко говорю про общение. Здесь я хочу сказать следующее, если немножечко ситуация отличается, поэтому я хочу сказать следующее. Общение всегда строится на двух китах. Первый кит, это позиция, определенная позиция, жизненная, жизненная, мировоззренческая, экзистенциальная, что в принципе одно и то же, ценностная, жизненная позиция, из которой вытекает вектор. Направленность, пути, пути, человек. И второе, это интересы. Из которых вытекает, естественным образом вытекает деятельность. Знаете, не все люди обладают возможностью говорить. То есть, не все люди обладают такой вот способностью, как речь, хорошая речь. Далеко не все люди могут это делать. И тонкость здесь не в том, чтобы обязательно стать и слушателем, что очень неплохо. Стать, значит, не слушателем, а тем, кто говорит. А тонкость здесь в том, чтобы понять, кто я. Кто я? Кто я такая? Что я себе представляю? Какая у меня ценность? Чего я хочу? Какие у меня ценности? Частично на этот вопрос вы отвечаете. Вы говорите, я хочу создать семью. И здесь я должен вас расстроить, потому что получается, что общаетесь вы для создания семьи. Но семья – это люди. А люди не могут быть целью какой-либо деятельности. Не могут быть, точнее, саму целью. Из этого следует, что хотеть семью нельзя. Это ни к чему хорошему, кроме как к страданию и зависимости не приведет. Но возникает другой вопрос. Почему вы хотите создать семью? И ответ на этот вопрос достаточно простой. Люди хотят создания семьи для того, чтобы чувствовать себя защищенным. Чтобы чувствовать себя нужным. Но беда в том, что благодаря подобной потребности у человека образуются некоторые ожидания, которые он начинает проецировать, то есть переносить на реальных людей. То, что не всегда соответствует действительности, что порождает фрустрацию, что, в свою очередь, порождает негатив, который становится основой для будущих ссор. С другой стороны, переживая нуждаемость, человек не может, в силу повышенной мотивации, не может вести себя естественно с людьми. Ну, яркие примеры, которые можно привести, представляют из себя ситуацию, когда человек очень сильно хочет есть, пытается открыть еду, не важно, что это, например, шоколад, вот, и у него не получается это сделать. То есть вот он очень голоден, он судорожно, лихорадочно пытается это открыть, и у него не получается. Вот примерно то же самое происходит с человеком, который оказался в состоянии сверх мотивации. Вот, поэтому для общения, для общения необходимо. Естественность, у вас этой естественности нет, потому что вы заинтересованы созданием семьи. Для чего, собственно, вы и хотите общаться. Ну, это утекает из вашего текста. Это не тот способ, которым можно достичь хорошего общения. И, как я уже сказал, хотеть чего-то связанного напрямую с людьми нельзя, потому что это приводит к зависимости. Да, общение – это навык, но общение произникает из слова «общий». То есть, общение возникает тогда, когда между людьми есть что-то общее. Чтобы было что-то общее, нужно чем-то активно интересоваться. Понимаете, не повышать эрудицию. Это то, что вы делаете, читая книги, смотря фильмы, посещая выставки. А именно интересоваться. То есть, иметь живой интерес к чему-то. И не просто интерес, а желание воздействовать, влиять на объект вашего интереса. И здесь у нас проблема. Вы говорите, я не испытываю ярких эмоций. У меня как будто эмоции выключатся. Удивительно, но вы как будто бы не беспокоитесь об этом. Ну, как будто бы само собой разумеетесь, что вы не испытываете ярких эмоций. А без этого невозможно выстраивать общение. Вы будете казаться отстраненной. Вы будете казаться холодной. Вы будете казаться инертной. Вы будете казаться, действительно, скучным, скучным. Отсутствие эмоций говорит о подавлении их. Извини. Частично вы сами говорите про некие шаблоны того, как вы хотите себя видеть. И что исключает восприятие себя такой, как его есть. Принятие себя такой, как его есть. И импульсивно, импульсивно, исключает импульсивное поведение. Основанное именно на эмоциях. Но предполагают другое поведение, основанное на прогнозировании, планировании. И о чем вы опять же говорите в моменте, где пишете про то, что планировали эти темы для разговоров. Это так не работает. Это так не работает. Общение не бывает по плану. Общение это очень спонтанная история. Спонтанная, то есть импульсивная, то есть порывство. Порыв чувства. У вас этого нет, соответственно, проблемы с общением. Лично я вижу связь отсутствия ярких эмоций у вас с тем, что вам, ну, что есть проблема скуки. Разно называют скучные и так далее. Проблема скуки всегда про невозможность оставаться с собой наедине. О чем вы говорите косвенно в моменте, где пишете про то, что боитесь тишины, но противоречит себе говорить, говоря о том, что не боюсь находиться одна и могу находиться одна. Это странно, возможно, вы себя в одиночестве отвлекаете, но тем не менее страх тишины говорит о том же, о чем и свидетельствует отсутствия ярких эмоций. О том, что вы не взаимодействуете со своим внутренним миром. О том, что национально-интеллектуально-должное подавляет вас. И вот с этим нужно работать. Ориентироваться больше на свой внутренний мир, на свои чувства, а не на разум, то, что должно и прочее. Поработать с вашими желаниями, как я уже сказал, в контексте семьи, раскрыть это желание, отделить то, что вы хотите для себя и то, что вы хотите и можете сделать для другого человека. Вы говорите, я посвящала психолога, ничего не изменилось. Ну, во-первых, не очень понятно, сколько вы посвящали психолога, как вы с ним работали, сколько времени. Потому что психотерапия – это длительный процесс. Ну, и книги, которые вы перечисляете, опять же, не очень понятно, зачем вы это всё... Ну, вот вы написали название книги, и что. Понимаете, вы занимаетесь в некотором смысле самопомощью, считая, такой книги, но самопомощь неэффективна. К сожалению. Вам поможет только психотерапия и только, вот, наверное, выстраивание таких искренних, душевных отношений с психотерапевтом. То есть, это отношения на доверие, на открытость, на искренность, вот, учиться быть искренним, учиться говорить о своих чувствах, в первую очередь, к человеку. Вот, и, соответственно, нужно на этом направить какую-то свою ценностную систему, да, ценностный аппарат, ценностный аппарат. Вот, наверное, так можно ответить вам на вопрос. То есть, глобально я вижу... Следующая проблема. Проблема общения, это, вообще-то говоря, то, что лежит на поверхности. Из чего все происходит из-за отсутствия ярких эмоций, из-за проблем с эмоциональным интеллектом, с низким эмоциональным интеллектом. Это первое. Так, второе, то, что следует из первого первого. Подавление себя интеллектом, с шаблонами того, какой вы хотите себя видеть. Хотят не иметь ничего общего с тем, какая вы есть на самом деле. Сопровождает непринятие себя, осуждение, принижение себя. Это вторая познациями с проблемой. Следующая проблема, которая стоит, как бы, наравне с первой. Это проблема внутреннего мира, взаимодействия с внутренним миром. И только после всего этого идет проблема с общением. А между, между, между ними, находится проблема потребностей семьи. Как то, отсутствие личных границ и неумение полагаться на себя. Чувство незащищенности, которое вытекает из отсутствия личных границ. Ну и, вероятно, желание компенсировать свою ненужность. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.